При всей тяжести своего положения в чемпионате футбольный клуб «Луч Энергия» уверенно выступает в Кубке России. Если в таблице ФНЛ «Приморцы» третий с конца, то в этом турнире они смогли дойти до 1-8 финала. Закончить шествие тигров, казалось, сможет красноярский Енисей, безоговорочный лидер футбольной национальной лиги, который не проигрывал последние 16 матчей. Но оказалось, не все так однозначно. Уже на 19-й минуте «Луч» смог открыть счет. Сергей Пономаренко точным ударом головой вывел команду вперед. Казалось бы, уступая в статусе, «Приморцы» смогли провести практически весь первый тайм в атаке, заставляя нервничать гостей из Красноярска. Что кубок, что чемпионат, для нас особой разницы нет. Поэтому вышли, хорошо, что получилось. В принципе, создали проблемы Енисею. Не позволили им играть так, как они у себя в манеже играют, шансов никому не дают. В раздевалке Енисей, кажется, перезагрузился, поэтому после перерыва гости все-таки сравняли счет. На 57-й минуте «Камешс» не оставил шанса голкиперу желто-синих. 1-1. «Луч» в отместку большими силами рванул в атаку. Череда опасных моментов, увы, сводилась на нет. Реализация хромала, но недолго. Уже на 71-й минуте настоящий шедевр выдал Антон Килин, который промчался по флангу, перехитрил голкипера гостей и вновь вывел команду вперед. «Самое главное – забить на один гол больше, чем соперники, выиграть игру. Ну, мой гол. Хорошая передача, но и удар получился неплохой». Последние минуты прошли, так сказать, на валидоле. Енисей ожидаемо продавливал всеми возможными способами. Но даже при таком натиске приморцы умудрялись проводить неплохие контратаки. Испытания на прочность желто-синие выдержали. Красноярцы сравняться так и не смогли. В итоге победа «Луч энергии» 2-1. «Немного не хватает нам такой мобильности, свежести. Видно, что соперник в скорости нас превзошел, но и в желании. И видно, что это такая хорошая поддержка с ними. Луча была. И видно, что на эмоциях ребята играли ваши. Поэтому, как я уже сказал, за счет этого они нас и обыграли». «Все знают, это не секрет, что здесь, как, какие у нас проблемы. И вот через это показали такую игру. Я за это хочу сказать еще один раз, повторяю, большое спасибо за команду. Потому что вот это время, вот такую игру создать им – это большая оценка для меня за характер. Это должен быть импульс для всех людей в городе, как руководству, как всем людям, что есть здесь желание. Здесь должны сохранить футбол. Не можно вот такой базар делать футболом, как сейчас находится клуб». Победа позволяет приморцам пройти дальше. Впереди 1-4 финала Кубка России. На этом этапе соперником Луча станет футбольный клуб «Тосно». Но сама встреча пройдет не скоро. Матч намечен только на 1 марта 2018 года. Поэтому пока «Тигры» будут заниматься своим положением в чемпионате ФНЛ. Максим Яковлев, Александр Бартовщук. Новости спорта на восьмом.